Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение карьеры за канал. Сегодня у нас январский выпуск, сегодня у нас, во-первых, матч в третий тур, Кубка Англии, и играем мы еще и дома против Ливерпуля. Ливерпуль мы обыграли со счетом 3-2 вроде, или 2-1, я что-то не помню вот сильно. Это третий тур, но тут уже с третьего тура вроде как, все ничего не путаю, попадают уже команды за ПЛ. Здесь, например, сразу же вот столкнулись, мы видим Арсенал и МЮ, но мы результаты чуть попозже с вами обсудим. Пока что мы переходим к календарю, смотрим. У нас через неделю уже игра с Манчестером Юнайтедом, с которым мы камбэкнули со счетом 3-2, проигрывали 2-0. Дальше у нас игра Сити, которую мы проиграли в чемпионате с разгромным вроде как счетом, Кристал Пелос, ну и Брайтон. Все, но мне кажется, либо здесь много прям пустого места, либо все-таки это январь. Ну, мне кажется, что какой-то еще матч сюда добавит. Может быть, Кубок Англии какой-нибудь еще матч, если мы все-таки пройдем Ливерпуль. Итак, заходим мы в историю трансеров, и я подписал игроков. Подписал я вот игроков бесплатно, причем они придут к нам со следующего сезона. Я зашел на российских футболистов, которых я раньше добавлял в центры трансеров, ну и решил так быстренько пробежаться, посмотреть. И вот два футболиста, у которых заканчивались контракты, я их подписал. Это Антон Миранчук с рейтингом 81, он перейдет к нам с третьего уже получать сезона в нашу команду. И это Роман Зобнин. У нас сейчас в команде получается Баумгартнер, который с очень низким рейтингом, там даже 70 у него нету, он заканчивает эти полсезона, ему осталось доиграть у нас в аренде. Вот, поэтому один из этих футболистов, ну давайте просто возьмем, вот Антон Миранчук приходит на замену к Баумгартнеру вместо него. А вот Роман Зобнин к нам приходит, и нам нужно будет избавляться от какого-нибудь футболиста. Но по факту мы скорее всего будем избавляться от самого низкорейтинга в полузащите, и это скорее всего там Кучаев у нас, если я ничего не ошибаюсь. Да, Кучаев вот, например, 74 в полузащите есть, конечно, здесь и Миламет, 75, но все равно, вот Баумгартнер 69, да, 2, хотя рейтинга и прибавил за сезон, хотя вообще не играл. Ну вот Кучаев ему может быть и продадим, ему 22 года, хотя может вот играть на ЛП и ЛФЗ. В общем, время еще будет у нас, так что мы разберемся уж точно с вами. Мы играем, так, ну что получается, давайте мы первым все-таки сыграем составом против Ливерпуля, исправим проблему с вами. Так, здесь тружечки у нас, что-то я не помню, чтобы он у нас травму прям получал. Ну ладно. Давайте Петракова я возьму. Вот так вот. Ну и что-то у нас вот вместо Баумгартнера я лучше бы же Мальдин взял, потому что у нас очень много прям игроков на флангах, но в этом, в обороне. Полузащитников у нас много, поэтому лучше было взять его. Итак, Престон против Ливерпуля, третий тур Кубка Англии. Играем мы дома, первым составом, хоть немножко он и устал. Поехали. Итак, разминаются у нас здесь игроки Ливерпуля. Это вроде Джейсон Мурилио, про него в новостях говорили. Похоже, это все-таки новый трансфер, так что сейчас мы его должны, наверное, увидеть в паре с Вирджилом Ван Дайком. Как вы видите, сетка. Нормально, теперь я изменил все-таки. Вспомнил это, ну и зашел, изменил в настройках. Сразу же нам уже с первого раунда в Кубке Англии попадается Ливерпуль. В прошлом сезоне Кубок Англии именно за нами, поэтому мы сейчас как действующие обладатели будем играть. Престон Ливерпуль, Кубок Англии, поехали. Но здесь сейчас это уже Кубок. Я не знаю, как они здесь будут играть. Это все-таки действительно еще и Кубок Англии, не Кубок Карабао. Амельников с мячом. И Мельников забивает. Забивает Ливерпуль на пятой уже минуте, друзья. Отлично, 1-0. И мы выходим вперед. Может быть, это снова наш путь к финалу в Кубке Англии. Может, даже не только к финалу, а к получению этого заветного трофея. А какая передача-то сейчас пошла? Буренков отлично справляется. Здесь мяч у Мане, сказать, отбирает. Ой-ой-ой, как же быстро сейчас все пошло. И забивает Роберто Фермино. Ну а, вот, 23-я минута. Одна ошибка Буренкова сейчас просто. Это не точно передать. Да здесь хотя бы у Буренкова ничего такого. Здесь именно Вова не успел принять быстро мяч. Ну и контратака очень быстро сыграла. 1-1. Атаки. И вот. На меня отдали передачу. Я против Шимиверсалько. Но все равно я прорвался как-то. И Головин забивает. Это гол засчитали. 2-1. Моя голевая на Александра Головина. И мы снова впереди, друзья. Против Ливерпуля. Все отлично. Еще к перерыву мы успеваем выйти снова вперед в этом матче. И вот снова, а, вот. Опять эта ошибка в передаче в обороне. И сразу же сравнивают они. Они не дают нам сейчас возможность. Они не прощают нас. Они каждый удар будут забивать. И это 2-2 к перерыву. Замечательно, а. На меня отдает. Я вроде как даже прохожу Алисона. Ой, Ван Дайка. Я забиваю Ливерпулю. 3-2 на 84-й минуте. Я забиваю Ливерпулю в Кубке Англии. Замечательно. Прошел просто сейчас Ван Дайка на ложном. И все. Остановил его. Он дальше проходит. Убрал. И все. 3-2, друзья, счет. Еще и левой ногой я забил. Что вообще нереально. Мой первый гол в Кубке Англии. Все замечательно. Шакири. И все-таки забивает Шакири. 88-й минуты. Это 3-3. И скорее всего, друзья, если ничего сейчас не изменится, это будет переигровка на Энфилде. Это очень опасно. Это еще матч сверху нам. Ну все. С ССР-битр будет переигровка у нас против Ливерпуля. Мы отыграли с ними 3-3. Ну и будем играть. То есть вот мы еще для себя так невзначай добавили еще один матч. Ну, Головин лучший игрок. 9-5 у него оценка. Так, мы будем ждать ответ на игры. Мы можем играть лучше. Говорим о том, что можно улучшить. Быстро все поотвечаем на эти неинтересные вопросы. Так, нам приходит сообщение Буренков. Я рад видеть, что мой вклад докажи, что ты стоишь. Да, мы переподписали, кстати, контракт с Буренковым. Это не на запись дело. Это получилось. Я надеюсь, что сейчас там можно тебя убрать. Да, его можно убрать сейчас из списка, но он не убирается. Он просто выставлен на трансфер. Вот, по финансам вам показываю. Он у нас еще будет... Ну, мы подписали вроде на 5 лет с ним. Поэтому вот. Что еще там по контрактникам я могу посмотреть. Кого там заканчивается. Ну, здесь пока что никого. В следующем сезоне будем переподписывать, наверное. Вот. Проводим мы тренировку. Мы качаем все так же нашего Мешкова. Надо нам ему еще добавить 4 единицы к рейтингу, чтобы был рейтинг 70. И тогда мы его сможем уже задействовать у себя в составе, чтобы были выполнены задачи. Дзюба, кстати, лучше бомбардирована сейчас. 20 забитых мячей в чемпионате. Обогнал Харри Кейна. Просто в списке выше находится. Наверное, из-за того, что в алфавите D идет раньше, чем K. Так, Кривохарченко в Норвеж-Сити хотят его. За 23 миллиона нет, спасибо. Нам в Турции намного больше предлагали. Так, Буренков. Ну, он выставлен, я не могу, да? Нет, я могу. Блокировать предложение я могу сейчас. Вот, по Буренкову снять с трансера. Вот, видите, я нажимаю, ничего не происходит. Поэтому, но это потом мы снимем, если что, все равно, раз он не хочет, уже все, мы с ним нормально поговорили, он не будет никуда уходить, поэтому никакие предложения мы принимать не будем для него. Кстати, Алонсо приходит в шальки. Сейчас главная трансферная сделка зимнего окна. За первую неделю, так сказать, снова по Кривохарченко уже здесь Интер хочет, но извините, но нет. Ханданович, наверное, у них все там уже заканчивает практически с футболом. А мы здесь прям в чемпионате сейчас прям на минном поле. Нам нельзя проигрывать никому, потому что нас поджимает и Челси, и надо нам догонять Тоттенхэм. Кросс переходит в Ливерпуль еще, Гюндаган в Лион, ну вот, двое ушли за ПЛ, один пришел, но причем Кросс это очень хороший игрок, и нам еще играть, блин, с Ливерпулем ответную игру. Мы смотрим сейчас, что там у нас когда будет переигровка, она совсем уже скоро, кстати, ребят. Ну, что остается? Здесь мне остается только играть вторым составом против Ливерпуля, потому что сейчас мы будем играть первым против Манчестера, в чемпионате я не хочу прям сильно терять позиции, поэтому будем играть сейчас первым снова составом, да еще и Трушечкин у меня на травме, поэтому. Так, мы играем в белый, Мак Томин здесь выходит, они в красный, естественно, в домашний Олд Траффорд, Ливий на стадионе, поехали. Итак, разминается Артем Дзюба, сейчас он лучше бомбардируя в чемпионате Англии, у него 20 добитых мячей, столько же, сколько у Харри Кейна, но Дзюба все равно повыше, за то, что у него фамилия в английском уловите выше, чем у Кейна. Все замечательно у нас сейчас, в топ-6 команд АПЛ даже не входит сейчас Манчестер, мы сейчас на второй строчке, это очень замечательно, мы боремся за топ-4 в этом сезоне уж точно, хотя от нас требовали выживания вроде в середине таблицы, либо не вылететь в чемпионшип, такая вроде стояла задача, мы уже боремся чисто за лигу чемпионов, а может быть и за чемпионство, друзья, почему бы и нет, но все равно, переходите из Тоттенхэма в Манчестер, это было странно, вот лучше бы как Эриксон бы поступил, ушел бы в другой чемпионат, чтобы болельщики хотя бы это поняли, и забивает Мельников ворота Манчестера, мы теперь забиваем первые ворота МЮ, да еще и на Олтраффорде Мельников прям такой дебошир пошел прям сразу к болельщикам МЮ, нет бы к своим, которые находятся на противоположной стороне вроде, но он забивает, и это отлично, как же хорошо сейчас все получилось, из-под прессинга такого получилось пробить, ну и ДХ я просто не видел, наверное, самого удара, третий гол Максима в чемпионате Англии, и он забивает ворота МЮ, Мишин тоже уже изо всех сил просто бежит, из последних, так сказать, Артем Дзюба забивает ворота Манчестера, это 2-0, и Дзюба забивает свой 21-й гол в чемпионате Англии, и сейчас все интересно, кто все-таки забил у Тоттенхэма ворота Манчестер-Сити, когда был к перерыву 1-1, но скорее всего действительно Кеннида там точно забил, поэтому все хорошо, что мы забили сейчас за Дзюбу, 21-й гол, Дзюба в двухматчевом противостоянии против МЮ в чемпионате забил им уже 4-е, и все, друзья, уверенная победа Прессон над МЮ на Олд Рафорде, отлично, забивали сегодня Максим Мельников и Артем Дзюба, лучшим игроком естественно должен стать здесь, наверное, какой-нибудь Головин, не знаю почему, но он становится, 9-3 у него оценка, всего лишь один удар за весь матч в створ нанес Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм проиграл Сити, это замечательно, а Челси выиграли с счетом 2-0 Кристалл Пл, значит мы сейчас попадаем на первую строчку, Тоттенхэм терпит очередное поражение в чемпионате, Престан всегда выиграет, будем говорить, можно и лучше, но сегодня действительно Манчестеру можно было и лучше, для них несправедливо 1-0, мне кажется могли минимально обыграть, но нет, так, Кривохарченко очередное предложение, здесь уже Тоттенхэм кстати хочет купить, ну естественно после поражения от Сити с счетом 3-1, что бы не подписать нашего вратаря, второго причем, очередная тренировка, сейчас Мешков получает здесь на 67-й рейтинг, остается нам 3, и 5 матчей выпустив его на замену, так сказать, там на последних минутах мы его повыпускали бы, главные сделки все так же пока что, ладно, до матча смотрим, Дехея переходит в Баварию, после поражения наверное от нас именно, он решил, что все-таки стоит перейти, ну что очень ужасно играет Манчестер в этом сезоне, ну и Давид Дехея ушел в состав Баварии, вот это интересно, кстати, переход давно я не замечал, Пикеф Сити например, вот переходит, вот, давно я не замечал, чтобы Дехея куда-нибудь уходил, мы играем сегодня, сколько вообще трушечки, но осталось сидеть на травме, мне вот интересно, 9 дней, ладно, так, так, ну что, давайте сыграем все-таки с Ливерпулем, потом уже мы посмотрим там на всякие моменты именно с положением нашим в турнирной таблице, выпустим, естественно, Ромакера, больше мне ничего не остается, хотя остается мне, я могу Полину сюда выпустить, вот, раз ее никто не берет в аренду, пусть она хотя бы у нас вот в таких матчах отыгрывает не на своей позиции, может быть, мы раскроем ее с другой стороны, Ливерпуль против Престона, замечательный стадион Энфилд, ясно еще, мы играем вторым составом, рискнем, но все-таки мы именно этим составом и обыграли Ливерпуль в прошлый раз, поехали. Ну что же, друзья, сами для себя мы придумали проблемы, сыграли на нашем стадионе со счетом 3-3 против Ливерпуля в Кубке Англии, теперь вот у нас переигровка, ответный матч уже на Энфилде, третий тур, мяча опять нету, ну что же, мы играем вторым еще составом, Ливерпуль Престон, Кубок Англии, поехали. Тони Кросс, кстати, на поле, это вот обидно, точнее, из локомотивов Престон, Петраков, и Козлов забивает, сейчас просто я его увидел одного в штрафной и это 1-0, Престон забивает на выезде, я не знаю, будут ли считаться эти выездные голы, потому что мы-то пропустили 3 от Ливерпуля, он забил нам 3 на выезде, можно так сказать, ну и Козлов забивает, Алисон, естественно, разочарован, очень хорошо здесь Петраков сам сыграл, увидел, что Ловрен ушел, Фондайка, кстати, сегодня не выпустили, выпустили именно Ловрена, Ну и Козлов, первый гол в Кубке Англии, напоминаю, три матча мы уже подряд сбиваем Ливерпулю первыми, и ни разу еще им не проиграли, вот была ничья 3-3, победа 2-1 на Энфилде, вот снова Энфилд, и снова мы забиваем первыми, Фабинио сравнивает, сразу же практически, Фабинио забивает головой, это 1-1 71-ая минута, ушли все куда-то просто, то-то странно сейчас было, мы не прощаем такое, даже это баг, просто был фифы, сейчас просто ушла вся защита у Ливерпуля, вот посмотрите, они начали куда-то здесь какой-то искусственный офсайт что ли делать, или что, но Козлов забивает дубль, 74-ая минута, очень быстро сейчас у нас прям идет, 67-ая, 71-ая, 74-ая, дубль Козлова, и все, друзья, заканчивается матч, мы проходим Ливерпуль, и попадаем в четвертый тур Кубка Англии, 2-1, снова такая же у нас победа на Энфилде, ну вот, этот дубль Козлова все и решил, он должен становиться, мне кажется, лучшим игроком, да, 9-0 у него оценка, эта победа выводит нас дальше, я знаю, мы можем, все такое, Козлов прекрасно сыграл, нужно сосредоточиться на следующем матче, который у нас, кстати, против Манчестер Сити, и вот это намного опаснее, да, мы сейчас на первой строчке, Полина Сироткина, вот, отлично, предложение, давайте начнем переговоры, я отдам ее тогда на пол сезона, потому что, чтобы до летнего трансферна окна она пришла в команду, если чтобы мы бы ее бы заново бы отдали, так что, Франкфурт очень классная команда, лучше Кельна уж точно, куда перешла Юля, 60 на 40, они хотят 50 на 50, 55 на 45, все, они согласились, теперь ждем уже, ну, действительно, Полина очень хорошо отыграла, это вообще первое предложение за все время Полине пришло, 156 тысяч, 660 фунтов нам дали, жду от тебя больше, мы скажем, мы сейчас на первой строчке, на одну очку мы опережаем Челси, на два Тоттенхэм, и на пять Ливерпуль, ну, и увидите вы все сами, Дюбла все-таки не забил Кельн в прошлом матче, забил у нас Дюбла, теперь он точно лучше бомбардиры, 21 мяч у него, Давид Дехея, ну, здесь пока что все, давайте дождемся матча с Манчестер Сити, полное выздоровление у Романа Трушечкина, отличие, но мне кажется, мы все равно же первым составом будем играть, а у нас Ромакер будет в составе, так, по трансферам, Динь, переходит, кстати, из Эвертона в Челси, ну, Челси сейчас, да, здесь прямо из Эвертона в Челси с шестой строчки во вторую переходит Люкодинь, поэтому это интересно будет все равно, мы играем против Манчестер Сити, команда очень опасная, она нас вынесла просто в чемпионате в начале нашей, нашего, так сказать, пути во втором сезоне, мы выиграли у них суперкубок Англии, мы выиграли их, получается, в четвертьфинале Кубка Англии в прошлом сезоне, мы играем дома, именно дома мы их обыграли со счетом 2-1, там, в дополнительное время Кубка Англии, потому что там уже такая стадия была, что нельзя было переигрывать, теперь уже матч именно чемпионат Ливиль на стадионе, поехали, ну что же, Престон принимает Манчестер Сити в рамках чемпионата Англии сейчас на одну очко опережает Престон Лондонская Челси, занимает первую строчку, то есть мы сейчас, если бы закончили, был бы, вот если бы реально выиграли сейчас как коронавирус, то и закончили бы там заранее, как, например, это сделали в Голландии и во Франции, мы бы стали бы чемпионами и это было бы, мне кажется, очень приятно нам. Нулевая ничья у нас против Манчестер Сити, еще и Сити получил удаление в конце матча, нулевая ничья, а это значит, если Челси сейчас там выиграли против Уотфорда, они нас обгонят. По факту, Челси минимально обыграли Уотфорд, и теперь они занимают первую строчку, Тоттенхэм теряет очки тоже, играет в ничью с Ливерпулем. А Престон проводит беспроигрышную серию, все такое, оборона Сити, мы улучшим игру нападения, надеюсь. Не блю все эти игры, я луки, ну все, это неинтересно уже, давайте дальше. Так, что сейчас у нас? Да, мы на одну очко теперь отстаем от Челси, предложение пришло по Михаилу Миламеду из Волвархэмптона, первое предложение, но Миламеда мы даже не выставляли. снять, нельзя, Кривохарченко нельзя, кстати, снять, ну Буренкова можно, но из-за бага какого-то нельзя. Вот, тренируем нашего Мешкова, надеюсь, следующая тренировка ему принесет уже, почему, а, тут Гончаров, да, другой игрок вообще. Так, что у нас по трансферам, пока что ничего, мы ждем матча с Кристал Пелосом, Полина Сироткина сдана в аренду, отлично, она перешла во Франкфурт на полсезона, она придет к нам в начале третьего сезона, как и все остальные, кто ушли в аренду, так что пусть хотя бы там поиграет. По трансферам никаких новых нету здесь приобретений, как Лен переходит в Реал Соседат из Валенсии, а у нас остается получается, опа, три матча еще, тут в Кубке Англии нам Линкольн попадается в 1-16, это интересно уже, но сейчас мы получается, даже не знаю, я бы первым сейчас составом бы отыграл, потому что против Ринкольна я могу сыграть вторым, вот так, во второй состав и здесь поставлю, где Трушечкин, на Травмину пройдет, так что мы сейчас сыграем первым все-таки составом против Кристал Пелоса, нам нельзя теперь вообще никак терять очки, лучше бомбардировать сейчас этот Джуба Кейн, пока что уже не забивал, играем мы дома, ой, на выезде, точнее, но в домашней форме, снег на стадионе, поехали. Ну что ж, друзья, замечательный стадион Кристал Пелоса, все стадионы очень красивые в АПЛ, но каждый по своему интересен. Кристал Пелос, Престон, Селфурст Парк, АПЛ, поехали. А вот и Джуба, и Артем Джуба забивает свой 22-й гол в премьер лиге, прямо как номер у него на спине, Артем Джуба забивает, вводит нас вперед на выезде, и это отлично. Очень хорошо сейчас получилось, Джуба и сам понимал это, очень хорошо расспрасывает, не то, что против Манчезис Сити играть здесь, можно забивать 22-й гол Джуба на 13-й минуте, отлично. А вот и Мэйер, но здесь Долб не отлично отыграл, сразу же вводит мяч в игру, но очень сейчас здесь плохо он все сделал. Тонсент все-таки забивает 1-1, 37-я минута, вот так вот очень хорошо, ведь и мы начали тоже, быстро забили, но нет, Кристалл Пелос возвращается в игру. Вот и Дюба, а вот и Дюба. Там и оффсайд. Но Дюба забивает, именно Дюба на Дюбе-то не было оффсайда, правильно, поэтому Дюба забивает дубль, это его 23-й гол, я уже думаю, сейчас там действительно у Матвея будет оффсайд, это же Матвей, там правильно бежал, не Головин, или Головин, нет, это Головин, вот, я здесь на него отдавал, но здесь как-то не засчитали, ну и ладно, Дюба, получилось у него пробить все равно, 23-й гол Артема Дзюбы, мы сейчас впереди на выезде, но ничего нам это не даст, потому что Челси там обыгрывает в Сток Сити за счетом 2-0. Минимальная победа Престона на выезде над Кристалл Пелсом, дубль Артема Дзюбы нам переносит победу, насчет второго гола я все-таки бы сомневался, что там не было оффсайда, мне кажется, там уже точно был, но ладно, 9-2 оценка у него, Сток Сити проиграл Челси за счетом 3-0, больше нам ничего тут и неинтересно. Дзюба настоящий герой, дубль забил, да, молодец, просто не проигрывает, мы непобедимые на протяжении 7 игр, то есть 7 матчей назад у нас была по ходу игра с Челси, спасибо за вопросы, все такое, ну и у нас, что здесь, пока что никаких снова новых трансеров нету, но у нас сейчас игра против Линкольна, сборная Венгрии нам предлагает стать тренером, мы отклоняем, там в Венгрии никаких таких интересов, неинтересных игроков-то и нету, вот, так, еще одно, Жамальдинов хочет играть, но он будет сегодня играть, да, так, я подумаю, скажем, ну и все, ну и все, у нас игра сейчас против Линкольна, мы играем на выезде, это 1-16 уже Кубка Англии, мы играем, естественно, вторым составом, потому что нечего, потому что нечего, так, я смотрю здесь рейтинги некоторых игроков, да нет, вроде никто еще не повысился, поэтому, играем мы на выезде, еще раз напоминаю, 1-16 Кубка Англии, играем вторым составом, Туман на стадионе, поехали. Итак, Кубок Англии, 1-16, сейчас нам очень повезло, с жеребевкой нам попадается Линкольн, я не знаю даже из какой они лиги, вот, но это не очень-то и важно, мы играем сейчас вторым составом, мы прошли Ливерпуль, сыграв ничью 3-3 у себя дома, и выиграв с счетом 2-1 на Энфилде, мы проходим дальше, но здесь просто сейчас, мне кажется, расслабиться можно, дать забить хет-трик Андрею Козлову, который забил, между прочим, дубль в ворота Ливерпуля, Вяткин, и какой голешник забивает Константин Кучаев, перебрасывает просто вратаря, отлично, 21-я минута, мы входим вперед, может быть, действительно, мы в конце сезона опять делаем, ну там не жеребевку, а на голосование, на лучший гол всех турниров, и вот замечательный, вот этот гол может стать одним из лучших, у нас в Кубке Англии, очень классно, левой ногой не рабочий, он перебрасывает вратаря, но это все-таки Линкольн, поэтому здесь и можно было, вот, например, против Юнайтеда, либо Ливерпуля, вот как раз против которых мы играли в Кубке Англии, такое бы, мне кажется, бы и не прошло, да и не стал бы я так рисковать, 1-0, Константин Кучаев выводит нас вперед, который, кстати, покинет команду, после второго сезона, потому что, ну, очень большую работу, конечно, провел, стал лучшим ассистентом в команде, после первого сезона, но Антон Миранчук, Роман Зобнин подписаны, как свободные агенты придут к нам, поэтому, я не знаю, Константин Кучаев не очень бы смотрелся на их фоне, да и зачем губить парню карьеру, и мы пропускаем, все-таки на 73-й минуте нам пейн какой-то забивает, просто вот докатали, можно так сказать, и мы уже думали, все у нас получится, но нет, не дай бог у нас сейчас еще будет переигровка, нам надо забивать обязательно, и все, друзья, снова мы для себя проблемы придумали, сыграли в ничью против Линкольна на выезде, просто не смогли уже, забиты мы второй как-то, не пытались мы даже, думали 1-0 выиграем, и все будет нормально, но нет, будет еще и очередная переигровка, так, я сейчас просто гляну, когда у нас будет эта переигровка, ну, в следующем уже выпуске хорошо, также Малединов говорит, что правда ценит, что мы его выпустили на этот матч, вот, здесь у нас все так же, минимальное отставание до Челси, и 2 очка лидерства над Тоттенхэмом, Гончаров 60-й рейтинг получает, он вроде же из нашей Академии, правильно, сейчас мы глянем, так, Гончаров, надо, мы давно, кстати, сюда не заглядывали, 62, Малкин, он не попадает, Соколов, например, 87, уже не надо нам, Гончаров 89, сорян, сорян, мы тебя качали, вот, Крупин, переведем-ка мы его, и попробуем сдать его в аренду, Крупин, но неплохо, кстати, хорошего, прямо сейчас нашли, 65, 17 лет уже, добавим его в аренду, так, что у нас по трансам, там, Фернандеш, кстати, из спортинга, но у нас здесь, потому что он еще в спортинге играет, переходит в Мадридский Реал, а не в Манчестере Юнайт, это, к сожалению, но тоже очень классный переход, главный сейчас стал, на данный момент, Манчестере Юнайт, это продал, Андехе, и теперь хотят взять у нас, Кривохарченко, но нет, но нет, все, ну и сейчас у нас последний матч, против Брайтона, играем мы все-таки первым составом, здесь, потому что у нас там дальше игра будет против, кстати, у меня сейчас рейтинг-то уже 77, посмотрите, какой Дзюб и стал, вот, следующая у нас игра против Линкольна, вторым сыграем, здесь первым, первый, второй, первый, второй, ну, уж так получилось, буду против Сивили, пытаться первым играть, поехали, посещаем пресс-конференцию, и отыграем последний матч в сегодняшнем выпуске, и так, последний матч у нас в сегодняшнем выпуске, снова нам показывает, естественно, Артема Дзюбу, как никого другого, он сейчас лучший бомбардир в премьеры лиге, 23 у него забитых мяча, я не помню, сколько забил вообще в целом за первый сезон у нас Андрей Козлов, потому что он у нас был лучшим бомбардиром, сегодня у нас матч Престон против Брайтона, мы играем дома, дождь на стадионе, конечно, но играем еще и первым составом, поехали, и мы пропускаем, Маупей забивает, а туда очень обидно опять, нам надо выходить вперед, и обязательно не терять вообще очки, выигрывать, а тут мы еще и первым составом, не можем обыграть Брайтон, и 2-0, Маупей забивает дубль, да как это вообще-то сейчас происходит, это очень странно вообще, каждый удар сейчас залетел просто, отдает на Дзюбу, Дзюба на Мельникова, Мельников решит, отдает на Дзюбу все-таки, Дзюба, и все-таки Мельников делает что-то 2-1, пойдет, мне чем-то это напоминает матч походу с Манчестером Юнайтедом, мы там тоже так, два мяча пропустили, и потом Дзюба начал потихоньку нас тащить, и к перерыву вроде уже счет был 2-2, мы во втором тайме забили, последний, третий, и выиграли, вообще непонятно какое-то поражение, они забили первыми своими двумя ударами, и все, игроки под конец у меня уже там минут, когда за 30 до конца, они все уже выдохлись, Дзюба лучший игрок у нас походу, только 8-1, Челси обыгрывает 3-1, Тоттенхэм еще не сыграл, но Тоттенхэм, там у нас 2 очка до них, но мы потеряли очки сейчас, Челси в плюс 4, я так понимаю, сейчас выходит, так что, наше это четвертое уже поражение за сезон, Мельников еще и травму получает, он просил нас, кстати, о замене, но неким не было его заменять, вот, так, что тут по Мельникову, на 3 недели вылет от него, вот, Амартэй из Лестера переходит в Бернли, по нам тут больше не должно приходить никаких предложений, потому что мы всех, кого хотели, отдали, вот, приходит еще одно какое-то предложение, по Матвею, кстати, Мишин тоже хочет в Уверхэмптон, его подписать, за 22 миллиона, а Меламеда за 15 хотели подписать, но, Мишин все-таки у нас попал, кстати, в прошлом году, в состав сезона, вот, лучшие 11 игроков сезона на каждой своей позиции, поэтому, подороже, Меламед, кстати, не попадал, там был Мельников, Баумгартнер и Кучаев, один час до конца, и по мне приходит предложение, за 23 миллиона 200 тысяч, хотят меня подписать в Лестер-Сити, мы отклоняем, то есть, по мне сейчас за 23 200, замешано 22, но, тут хотя у него 7,6, у меня 77, ну, такое себе, ладно, последнее все, мы завершаем, трансферное зимнее окно, вот, пришло нам сообщение, ежемесячный отчет здесь, так, смотрим, Малкин еще не попадает, 58 пока что, 87 Ягудин, до свидания, пока что этих нормально, вот Малкина мы ждем, трансферное окно закрыто, Крупин может перейти, но теперь мы что, только на сезон, будем сейчас договариваться, потому что он сможет от нас уйти, теперь только в летнее трансферное окно, Ноттингем Форест, команда из чемпионшипа вроде, принимаем, что на сезон, да, 17 лет, рейтинг у него 65, давайте, вы их пользуете, 60 на 40, чтобы они больше отдали, да, они согласны, и еще одно там предложение было, Петракова хотят купить, в реал соседат, за 14 миллионов 100 тысяч, мы отклоняем, все, ну вот такие вот дела, проводим очередную тренировку, чтобы, так, это кто от нас ушел-то, я не понял, а я могу еще прокачать, или нет, больше нету тренировок для Мешкова, вроде как нету, ладно, давайте тогда вот покачаем, кого-нибудь вот отсюда, вот, мало кем-то точно у нас попадает, вот Борисенко, давайте, чтобы прокачаться до 60, ну вот уже 59, но Мешкову немного уже остается, два рейтинга, когда он попадет к нам, нет, ну да, он попадет в наш состав, с рейтингом 70, тогда 5 матчей мы ему дадим отыграть, доступен отчет, давайте глянем, по Молодняку, откажем, откажем, Артамонов, пожалуйста, Крылов откажем, Галеркин откажем, Горенков тоже, ну, такой себе, одного всего лишь игрока мы нашли, вот, ну что же, спасибо всем большое, друзья, во-первых, за просмотр, в следующем выпуске у нас будет переигровка 1-16 и Кубка Англии, матч против Челси, как раз будем бороться с ними, чтобы опять у нас было вставание в 1 очко, из-за того, что мы проиграли Брайтону, двухматчевое противостояние против Севильи, это Лига Европы, 1-16, начинаем, кстати, в гостях, Бормут и Волверхэмптон, которые хотели у нас подписать двух игроков, это я про Волверхэмптон, спасибо всем большое за просмотр, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши ролики и стримы, которые у нас выходят по субботам, с вами был Андрей, канал Футбол, это жизнь, до новых встреч, друзья, всем до свидания, Субтитры сделал DimaTorzok